Всем привет! Все вы знаете, что в наше время технологии стремительно развиваются. Чуть ли не каждый день изобретаются новые смартфоны или же планшеты со своими инновационными фишками, которые придутся по нраву тем или иным людям. Но и поскольку на рынке представлено большое количество разных брендов на любой вкус, цвет и, конечно же, бюджет, каждый вправе выбирать тот гаджет, который ему больше по душе. Кто-то выбирает технику, делая акцент на внешний вид, для кого-то важны технические составляющие, любители поснимать видео или фото привлекает хорошая камера, офисные сотрудники привыкли заполнять отчеты, отдадут свой голос большому экрану. Вот, например, геймеры, они отдадут свой выбор хорошему, функциональному, мощному железу. Но, знаете, вот как ни крути, есть пару вещей, которые объединяют все эти технологичные радости жизни. Все мы используем интернет и разные приложения, которые помогают нам облегчить нашу жизнь. И поскольку каждый производитель использует разную операционную систему и фарширует свои устройства разной начинкой, возникает вполне логичный вопрос. Все ли они так хороши, как про них рассказывают маркетологи? Ну, а наш канал про трейдинг, и поэтому в этом видео мы решили разобраться, какой же гаджет лучше подойдет для этой сферы, на какой операционке работать будет комфортнее, и с какого устройства поиск точек входа будет приносить удовольствие и профит. Сегодня мы рассмотрим несколько вариантов, отличающихся по форме, функционалу, возможностям, а также поделимся с вами своим опытом, субъективным мнением. Ну, а пока усаживайтесь поудобнее, запасайтесь чем-то вкусным, и приятного просмотра! А первым нашим обозреваемым станет бюджетный телефончик от компании Xiaomi, это Redmi 9A, который вышел, ну, не скажу, что недавно, год назад он вышел, его презентовала данная компания. Что скажешь про него? Ну, такой, знаешь, видно, что бюджетненький, бюджетненький. Сколько он, ты говоришь, 100 с лишним баксов, да? Да, стоит он 150 где-то долларов, ну, плюс-минус. Ну, что, пластмассовый, видно, тактильные ощущения у меня, ну, не очень, если честно, наверное, после айфона, типа, так, знаешь, уже начинаешь. Ну, или панты. Панты уже кидать, да, ну, что, наверное, камера у него не очень, раз он стоит столько. Так открой, давай посмотрим, что здесь по камере. Камея, бэби. Ну, вот прям даже видно, знаешь, что эти вот фризы, когда ты... Хотя не скажи, что прям критично, ну, то есть, реально, вот так вот выставить в сторис или там даже в инстаграм, что-то может. Что-то оно, да, и делает. Ну, экран, на самом деле, как и у любого бюджетника, такой, ну, любителя, скажем. То есть, он не очень шустрый. Но давай посмотрим, что с приложениями. Как работает, к примеру, трейдинговая платформа, и можно ли с помощью нее анализировать график, заключать точки, искать точки входа и заключать сделки. Заходим. Ну, вот платформа и загрузилась, в принципе. Ну, кстати, пока плавненько все. Все плавненько, все довольно-таки быстренько. Автоскейлинг есть. Кто не знает, автоскейлинг – это когда ты переключаешься между таймфреймами, ты можешь это делать вручную, выбирая нужную тебе, либо же приближать или же отдалять график, и тогда таймфрейм будет меняться автоматически. Вот это и называется автоскейлинг. Ну, окей, хорошо. Я думаю, что самое время заключить сделочку. Посмотрим, как она. Мы на демо-счете, кстати. Ну, конечно, тестировать и торговать вот так вот очень быстро. Не хотелось бы на реальные средства. Давай включим сделку. Сделка заключилась, а звука не было. Быстро открылась, звука не было. Мне нравится этот на айфоне звук, когда монеточки зынь. Да, это мелочи, а вот приятно. Открой вкладку индикаторы, посмотрим, что у нас здесь на Android. А то ты привык к iOS торговать. Так, ну, индикаторов здесь, не знаю, в два раза больше. Кстати, да, если мы говорим о платформе с айфона, то там доступно, по-моему, три индикатора, если я не ошибаюсь. И здесь их вроде семь или восемь. Восемь, да, круто. То есть есть из чего выбрать. Безусловно, меньше, чем на десктопной версии, но больше, чем на iOS. Прикольная вот еще фича такая, знаешь, такой как будто радар такой. Точка входа уже заключена, и ты видишь сцену, которая движется. Да, вот эту пульсирующую точку, прям аж залипательно так это все выглядит. Ну, подождем, пока сделка закроется, может, там звук появится. Ну, на самом деле, все плавненько идет. То есть здесь нету каких-то критичных моментов, на которые ты смотришь, и прямо тебя это раздражает. Нет, все плавненько, хорошо, точку входа можно искать. И вот сейчас я вижу, что затупила табличка выскакивания. А вот она, вот она. Она есть, но она не сразу выскочила, когда закрывается наша сделка. Ну, опять-таки, это не есть чем-то таким, что будет тебя останавливать при торговле. Ну, приложуха работает нормально. Не знаю, мне все ок. Давай зайдем в браузерную версию с телефона, посмотрим, как работает она. Ну, притормаживает, ты скрываешь приложение, видно, что оно как бы не плавненько все. Ну, а что ты хотел за 100-150 баксов? Да, я пытаюсь прокручивать, и это очень тяжко. Это очень тяжко, дорогие друзья. Ну, то есть браузер, прям сложно с ним, не знаю, Ваня. Посмотри, что по индикаторам, кстати, может их больше? Не, ну, здесь то же самое, я вижу это то же самое, что и в принципе... Нет, ATR, ADX, Momentum, этого не было. Я имею в виду то же самое, что на платформе, когда ты с компьютером заколишь с ПК. А, в этом ты не согласен, да. Да, то есть вот так вот все нормально, но опять-таки открывается все очень натянуто, прям вот медленно. Но заметь, индикаторы есть, а вот инструментов вообще нет. То есть уровни поддержки сопротивления я выставить не могу. Ни уровни поддержки, ни Fibonacci, ни какие-либо другие моменты, которыми мы привыкли торгуя через desktop, здесь, увы, они недоступны. Мне кажется, знаешь, если такое здесь начертить, телефон вообще начнет отказываться работать просто. Просто выкинь из тебя и все, и скажешь. Ребята, давай заключим сделку на демо-счете. Кстати, заключилось быстро, то есть нет вот этого затормаживания самой сделки, то что ты нажал, а потом там через секунд, это 20, она только отрывается. Ну пока что, это на самом деле пока что, если будешь пользоваться телефоном подольше, то возможно и будет какие-то притормаживания, хочешь проскелить, да? Я хочу проскелить, и видишь, что здесь нет вот этой пульсирующей точки, которая показывает актуальность движения цены. Это в приложении, в приложении это интересно. Ну там это реально прикольно. Ну подождем, пока сделка закроется. Может быть какая-то есть, ну вот сделка сейчас закрывается. Ну музыкального сопровождения тоже тут нет. Конечно. Ага, вот. А подождите, версия для ПК. Во. А вот сейчас, внимание. Опа. Па-бам. А ну-ка. Давай мы перевернем. Давай-ка, давай-ка. Версия для ПК, видишь, не обрезанная. Но. Ой, как надо. Искать здесь что-то, это еще тот крест. Это терпение надо вырабатывать, знаешь, именно. Просто терпение. Для трейдеров очень хороший навык. Но, честно говоря, не знаю. Возможно, потому что это бюджетный гаджет, поэтому здесь оно даже не отображается, все вот эти вот моменты. Ну, то есть мы видим, что у нас левая панель, она просто не подтянулась, хотя знака прогрузки вообще нет. То есть, я даже не знаю, давай попробуем еще раз обновить. Я думаю, что ничего не произойдет, это просто... Ну попытка не пытка, знаешь ли. Слушай, ну, очень, на самом деле, трудоемкая задача открывать платформу, даже на компьютере, в принципе, очень много занимает оперативной памяти. И я уверен, что и в этом телефоне это все очень сложно. Увы, не получается выстроить наши индикаторы, хотя, в принципе, по логике здесь это мы бы могли сделать. Посмотрим, как будет с более дорогими телефонами. А думаю, на этой ноте мы закончим обзор Redmi 9A от Xiaomi. Давайте перейдем к следующему интересному телефону. Так, ну что, давайте перейдем уже к очень интересному девайсу. Это флагманский смартфон от Samsung Z Flip. И на самом деле, ну, флагманским он был, наверное, год назад, когда он только вышел. Буквально недавно Samsung презентовали новую версию. Z Flip, по-моему, третьего поколения. Но, тем не менее, он также остается актуальным для покупки и довольно интересным гаджетом. Слушай, ну, красиво, красиво выглядит. Да, то есть, если даже так посмотреть, то есть, ну, реально симпатичный. И вот эта вот линия здесь, она, друзья, неспроста. Дело в том, что это не простой смартфон, который мы привыкли видеть. Это, помнишь, вот 2000-е годы, когда все ходили с раскладушками, раскрывушками, короче, жабками, как только не называли. Слушай, ну, у меня у самого была, как бы... Так были магии, магии. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я бы такой не носил. Да, я... То есть, не в мужских руках этот телефон, потому что однозначно он бы прожил бы недолго. Давай посмотрим, что же... Вот держишь его в руках, уже чувствуется, знаешь, что это... Можно я вот на секундочку, после того, как бы я его... Вот, я же в том, что там чувствуется пластмасса, как-то вот все. А здесь видно, что ты держишь настоящий девайс такой, знаете, уже... Взяв руки, маешь вещь. Ну, серьезный уже, да, серьезный девайс. Металл чувствуется, вот ощущается. Да, приятно, очень приятно. Очень прикольно вот это вот ощущение по... По центру, да. Вот здесь по центру, где складывается сам девайс, если ты проведешь пальцем, ты ощущаешь вот эту вот, ну, скажем, линию. Да, то есть такой лежачий полицейский. Выбойно даже, да, или как это назвать. Ну, что, давай первое тактильное ощущение, когда я его взял в руки. Ну, он реально быстрее работает. Давай сейчас включим камеру, посмотрим. Учитывая, что это флагман камеры, здесь тоже должна быть довольно-таки неплохая. Я уверен, что неплохая. Ну, смотри. Так, в общем, да. Смотри, она и сама подтягивает как надо. Давай с собой сделаем. Хорошо, хорошо. Да, неплохо. Ну, вот здесь реально все шустрее работает, чем, к примеру, на прошлом телефоне, который мы с тобой смотрели. Я уже это вижу, знаешь, это просто... Это небо и земля. Это не так понятно. Да ну вообще. Хорошо, давай перейдем в приложение, посмотрим, что у нас здесь. Открывается оно, кстати, ну, быстрее. Слушай, это намного быстрее, не то, чтобы быстрее. И по цветам цветопередачи здесь реально симпатичнее. Ну, вот, обрати внимание, я уже заранее на своей платформе настроил некоторые инструменты, индикаторы, которые здесь доступны, снова-таки, не особо она чем-то отличается от предыдущего приложения, поскольку, ну, по сути, то и то Android. Но хочу обратить внимание, что это приложение я качал не с App, нет, не подожди, как в Android называется? Не с Play Market, а с Galaxy Store. То есть у Samsung есть отдельный магазин, где можно качать его приложение. Но чисто внешне я не вижу, чем оно отличается от того приложения на Android, с которого с Play Market мы скачали. Знаешь, мне кажется, это очень опасная модель для трейдинга, потому что в случае, если у тебя минусовая сделка, ты просто... Взять, и все же, как бы, и нет. Но удобно вот так это можно сделать. Знаешь, цвет, примерно, когда ты на солнце... Или от соседа, типа, не смотри мою точку входа. Да, чисто вот так. Ну, что у нас тут? Не смотри, не смотри. Ну, прикольно, слушай, прикольно. Не, очень, да, отклик тоже есть. Но вот эта пульсирующая точка у нас появилась. Если говорить по приложению, ну, опять-таки, оно ничем не отличается от того, что смотрел Артем. Единственное, что, конечно, быстро это все работает. Индикаторы есть. 8 доступных индикаторов. 4 из них мы подключили. И, снова-таки, тип отображения графика такой же, как и на доступной версии, такой же, как на iOS. По автоскейлингу он здесь тоже присутствует. Вот наглядно покажу. Сейчас у нас минутный таймфрейм. Мы немножко отдаляем графики. Видим, что у нас хопа 5 минут. И очень быстро переключился. На андроиде это было, типа, тык, оп, и появился. На Xiaomi. Ну, вот на прошлом, на прошлом, ну, на Xiaomi, да, хорошо. Да, и очень шустренько все отображает. То есть мы видим, что у нас свечи хопа и поменялись, хопа и поменялись. Сразу меняется таймфрейм. Давай заключим сделку на демо счете. Знаешь, что я бы еще посмотрел? Я бы посмотрел, как здесь у нас по пополнению, как у нас кассы работают. Как видим, тоже все очень быстренько, отклик хороший. Видим, сразу у нас подтягиваются популярные, доступные средства или способы пополнения депозита. Ну, и, в принципе, вопросов никаких нет. Так, возвращаемся обратно. Все быстро. Очень-очень быстро, да. Прям разница колоссальная. Этот гаджет стоит в районе 800 долларов. И, ну, разница в несколько раз от той модели, которую мы смотрели до этого. Это уже не просто рабочая лошадка. Это уже камерафон. Это уже какие-то небольшие, возможно, понты. Это уже лакшери попахивает. Конечно. Поэтому, ну, я считаю, что такой телефон покупают не просто для того, чтобы сидеть в соцсетях или же там отвечать на звонки. Это уже, ну, немного другой уровень. Да. Если мы говорим о сделках, то, ну, вот мы сразу кликнули, сразу сделка у нас заключилась. Снова-таки мы ее заключили без всякого анализа. Сейчас просто тестируем на отклик, на то, как быстро сделки заключаются после того, как ты кликнул на кнопку либо зеленую, либо красную. Посмотрим. Ждем. Как тебе вообще этот девайс вот в целом? Можно я подержу? Безусловно. Мне нравятся очень тактильные ощущения. Конечно, я бы не покупал себе Samsung, но есть люди, кому нравится это. И это абсолютно нормально, я считаю. Не только надо пользоваться айфоном. На вкус и цвет фломастеры разные. Конечно, но очень прикольно. Очень прикольно. Знаешь, что там такая прикольная? Мне очень нравится эта штука. А смотри, знаешь, что еще можно прикольно делать? Вот ты, к примеру, ведешь прям мой эфир в Инстаграме. И тебе не надо никакая подставочка. Ты взял себе поставил. Или же, к примеру, вот сейчас ты сделку заключил. К примеру, ты в кафешке кушаешь и ждешь, пока сделка закроется. Взял себе вот так вот поставил. И дальше продолжаешь трапезничать. И ничего тебе не мешает. И сосед думает, у тебя айфон сломался. Сломался, что ты делаешь, человек? Прикольно, прикольно. Сделка у нас закрылась, но тоже не было никакого звука. Заметил? То есть этого оповещения о том, что сделка открылась или закрылась, этого здесь нет. Ну, походу, на андроиде нет таких функций. А знаешь, что захотелось мне прям проверить? Проверить камеру и вот эту вот функцию. Смотри, простые сэнки такие. Ой, ну, смотри, как удобно. Кстати, экран сразу поделился на две части. В одной части у тебя управление камерой. То есть ты можешь нажать, ты можешь переключиться на что-то такое. Короче, телефон для девочек. Вот серьезно. Ну, реально, да. Тут как бы не поспоришь. Жене бы купил такой, если бы она тащилась от сэнзона. Да, по-любому. По-любому. Это очень прикольно. Она бы так себе снимала там кучу видео разных. Ну, на самом деле, удобно. Взял, хопа, и в сумочку его положил. Ну, а мы, кстати, вот тут тоже смотрели, здесь время показывается. Не знаю, кто будет смотреть всегда. Интересно. Вот это реальный экран, как в тех вот бабушках фото. Можно губы накрасить, там, глаза. Так, ну хорошо. Мы проверили с тобой только мобильное приложение. Теперь самое время перейти в браузер. Я не буду юзать стандартный браузер. Я даже не понимаю, что это такое. Ну, давай в Google Chrome. Давай, да, в Google Chrome, потому что, ну, я не знаю, кто в наше время пользуется другими какими-то там стандартными браузерами от тех или иных. Кто-то допользуется, кто не умеет. Хорошо, заходим в наш Chrome. Опять нам что-то спасибо, нам не надо это. И заходим в наше приложение, вернее, не приложение, а в нашу платформу. Да, довольно-таки быстро все залетело. Да, и вот сейчас, на самом деле, мне интересно. Если бюджетный телефон показал себя в браузерной версии очень туго, то здесь мне прям действительно интересно, как оно будет. Сразу откроем версию для ПК, для того, чтобы... Самую напряжную. Да, самую напряжную. И смотри, ну, все прогружается. Ну, вот опять, опять, заметь, нет у нас боковой панели. Ну, вот ее нет. А где же она, получается, она просто ее обрезали, типа, или что? Или не отображает браузер здесь ее? Ну, если ты торгуешь по прайс-экшену, ну, чисто фигуры, то ох, не вопрос. Но если ты используешь уникатры, то этого не хватает. Ну, хорошо, давай тогда сделаем, пойдем от обратного. О, смотри. Появилось. Ну, так, конечно, я еще график не анализирую. Такой, знаешь, тебе экран, как бы, торговал когда-то на таком экране? Ну, вот, разве что, опять-таки, сделать вот эту вот фишку этого телефона. А видишь, она, типа, здесь, ну, сложная, сложная, конечно. Ой, ой, как сложная. Да. И самое... Ух ты, интересность. Я такого не видел, друзья мои. Икра, он такой сплющен, и он двигается, вы-то там не видите этого. Да, тут именно визуальная составляющая, она на высшем уровне. Обидно, что я не могу, ну, полностью сузить это окно. У меня как-то вот оно все так... Ой. Ну, тоже, ну, неудобно. Ну, неудобно. Я вот делаю вывод, что неудобно. Ну, хорошо, если мы отключим версию для ПК, у нас, по сути, откроется та же мобильная, тоже мобильное приложение, только немножко в другом дизайне, что ли. Ну, то есть, все то же самое, немного по-другому, по-моему, расположены элементы, если мы отключаем версию для ПК. Ну, давай сделку заключим. Ты знаешь, вспоминаю стримы, мне там ребята говорят, а ты попробуй... Ну, иногда же мы стримим, ну, с мобильного приложения. И мне ребята часто пишут, давай зайди через браузер. Я сейчас понимаю, что в браузере с мобильного телефона, ну, это не так просто. Ну, да, там функционал можно больше себе поставить, но это сложно, реально сложно. Но, тем не менее, все плавненько, то есть, мы замечаем, что все очень хорошо, визуально тебе комфортно торговать. Да, есть определенные нюансы, но, снова-таки, если тебе хватает того арсенала индикаторов, которые предлагает платформа, то... Ой, смотри, можешь добавить на главный экран. И сразу как бы... Да, он тебе сразу предлагает. Ну, с одной стороны, конечно, прикольно, когда ты где-то в дороге. С другой стороны, если ты вот именно расцениваешь трейдинг как доход, то, конечно, нужно настраиваться на серьезную рабочую волну, а не... Ну, да, по фану. Да, а не по фану. Поэтому, думаю, на этом смартфоне мы тоже пока закончим. Будем переходить к следующему. А следующий у нас, между прочим, iOS. Спасибо Samsung за такое, знаешь, воспоминание из детства, за такую ностальгию, за вот эту вот крутую возможность открыть, закрыть, открыть, закрыть. И, знаешь, я узнавал, насколько хватает этого экрана, потому что, ну, мне это выглядит все очень, очень ненадежно. Ну, типа, вот все, как бы ты его 10 раз открыл, и на 11 он уже все. Да, или карманчики. Но сказали, что там какое-то невероятное количество открываний и закрываний, что если разделить это все там на дни, то это 5 лет по 200 открываний и закрываний ежедневно. Вот на такое количество он рассчитан. То есть 5 лет, если ты 200 раз в день будешь его открывать и закрывать, вот как я сейчас... Ну что, начнем? Ну, погнали. Раз, два, три. В общем, ладно, переходим к следующему гаджету. Гаджеты, которые работают на андроиде, мы уже с вами посмотрели. А теперь давайте перейдем к яблочной операционке. Друзья, у меня в руках сейчас личный телефон искренний. И это iPhone 12 Pro Max стоимостью 1250 баксов. Что сказать? Первое, на что я сразу обратил внимание, ну, по сравнению с моим XR, это его размеры. Ну, что тут говорить? Давайте посмотрим. Скажу честно, вот держать в руке, ну, его приятно, удобно, но, наверное, все-таки это дело привычки, вот, размеры, если говорить. А если говорить о технических моментах, тут что? Тут установлена самая последняя система iOS, и все летает. 15.1.1. 15.1.1. Давай посмотрим, давай, вот, как бы, покажем людям, что же у тебя там все. Можно я? Мы не будем показывать этого, мы не будем показывать твой пароль, но я его знаю. Ну, его узнают все, кто близко. Все близкие будут. Итак, сейчас мы увидим на экране все, что здесь будет происходить. Вуаля. Вуаля, он здесь. Вот, посмотрите, как все быстро летает. Как все прекрасно. Распространяется просто. Я бы зашел сразу в камеру, как бы. Оп. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Все красивенько, все миленько. Фоточку сделаем, фоточку запилим. Мне очень нравится держать его в руках. Знаешь, такое, типа, отсылочка такая к пятерочке, которая у меня была. Да, с какими ровными гранями. Да, да. То есть уже привык к своему XR, он по-другому ощущается. Но быстрее все намного, мне кажется, так летает. Не знаю. Хотя тут то же самое, давай возьмем просто мой XR. Знаешь, чем мне нравится политика Apple, несмотря на то, что твой телефон вышел раньше моего телефона, но два года, все равно у тебя нет каких-то вот таких дискомфорта ты реально не чувствуешь. Абсолютно нет никакого дискомфорта, там просто здесь круче намного камера. Он на несколько лет вперед, как минимум. Вот, не надо будет ни в чем сомневаться. Но я бы, конечно, опять-таки показал ребятам, что здесь и как с приложениями нашими. Поторгуем здесь как на приложении, так и на браузере. Я открою сам приложение, потому что ты сейчас зайдешь мне. Давай, параллельно. Держи. Так а что я? Демо счет, ну сравни со своим телефоном и скажи, что тебе нравится, не нравится. Слушай, ну... Различия между андроидом? У меня нет... Ну, как бы я торгую у себя на XR, тоже в приложении, и я не вижу здесь каких-то определенных различий, их нет просто. У меня также, из-за того, что я скачал давно, приложение у меня на русском. Мне, кстати, да, здесь смотри, что-то на русском, что-то на английском. Например, пополнить счет таймфрейм на русском, а вот аккаунт демо аккаунт. Демо аккаунт. Хорошо. Что тут по составляющей? У нас меньше таймфреймы. Нету автоскейлинга. Нету автоскейлинга, да. Ну, здесь в типе графика все то же самое. И всего лишь три индикатора. Это как бы... Это минус, это реально минус. Это минус, это то, к чему я, в принципе, привык, но, с другой стороны, это минус. Я с тобой полностью... Но после того, как ты уже увидел арсенал на андроиде, я думаю, задумался, что, эх, а здесь бы 8 было бы лучше. Но вот, что я тебе хочу сказать, вот сейчас, что я заметил. По сравнению с моим XR, здесь экран больше, и это реально приятнее. Ну, вот ты реально смотришь... Ну, удобнее. Ну, хотя, как бы, вроде не такая большая разница, но как-то здесь он, если так сидеть, ну, как-то так мощнее смотрится, что ли. По сравнению с андроидом, опять-таки, ну, даже с тем флагманским, который мы смотрели до этого, я не вижу здесь различий в плане скроллинга, там, и так далее. Мне не нравится здесь приложение, что иногда оно переходит, ну, когда ты скролишь слишком близко, оно делает свечи плоскими. Вот, сейчас можно, можем посмотреть, будет ли оно это делать, или нет, или нет. Ну, вот иногда делает, иногда нет. Ну, вот в начале видео, когда мы делали скринкаст, оно было такое вот подтупливание, подтупливание, да. Ну, давай на демо счете заключим сделочку, услышим этот прекрасный звук, которого нет на андроиде. А, ну. А, хорошо, да, прям. Сыпались монетки. Да, как елей на душу. Да, да, это было прикольно, это было прикольно. Ну, что, в принципе, мне здесь все понятно, я бы перешел к браузеру. Давай уже услышим звук еще раз. Да, пусть уже с девочкой закрывается. Знаешь, на что еще хотел вот обратить внимание при трейдинге с iOS? iOS, да и вообще, наверное, мы не проверили, кстати, этот момент на андроиде, но мне кажется, что это не особо отличается, что когда ты выставляешь сделку, сумму сделки, то при переключении на другой актив, у тебя меняется сумма сделки на ту, которая была в последний раз в том активе, который ты новый выбрал. То есть, понимаешь, если на десктутной версии ты выстроил 100 баксов, я бы тебе, куда бы ты ни переключался, какой бы актив ты ни разбирал, оно у тебя будет 100 баксов. То есть здесь нужно глаз да глаз, вот ты переключился уже 300 баксов, да. Так, и вот этот опять звук закрылась девочку. Это приятно, это круто. Какие линии на душу просто. Хорошо, вручаю тебе телефон, зайди в браузер. Ну что, я авторизировался, теперь давай свои эмоции от десктутной версии с браузера, да. Ну что, ну скейлю, все довольно-таки быстро, давайте плюсики там и минусики нажимаем, все скейлится. Но я не вижу опять-таки инструментов, увы, нет. Но это еще раз подтверждает то, что все-таки трейдинг с мобильного устройства, он так или иначе ограничен. То есть здесь не будет того полного функционала, который вы можете иметь, торгуя через браузер со своего ноутбука или же ПК. Поэтому я считаю, что расценивать трейдинг с мобильного приложения, это, скажем так, на небольшие суммы, в какой-то такой обстановке тоже, я не скажу, прям на полном чиле, на полном релаксе. Скажем так, когда вы, когда вы спокоен, но при этом вы еще в фокусе. Поэтому, ну для меня, как было, так есть, так и наверное и останется, что трейдинг с мобильного устройства, это дополнительная такая, дополнительная возможность, находясь в кафешке, ожидая заказа, либо... Я не знаю, в поезде. Поезде, когда вы едете, в такси, когда едете. Стоите в очереди, возможно, где-то. Вот, поторговать, небольшую сумму попробовать получить. Либо же, отточить какую-то стратегию. Ну, а если вы торгуете, конечно, по прайс-экшену, то разницы у вас нет. Видим, что с мобильного приложения все летает, да и, в принципе, с десктопной версии тоже, вроде бы, все неплохо на хорошем железе. Но, снова-таки, трейдинг с мобильного, это трейдинг с мобильного. И полноформатную версию он уж точно не заменит. Передаю тебе твой прекрасный смартфон. Спасибо большое. Можно же чехол надевать, в конце концов. Надевай чехол. Спасибо. Идем дальше. Окей. Следующие наши гаджеты, это уже такая тяжелая артиллерия, это планшеты. Будет ли как-то отличаться трейдинг с мобильных приложений уже на планшете? Какие тактильные ощущения, какие, скажем так, моменты мы будем испытывать, когда будем анализировать движение цены на планшетах, обо всем этом далее. А пока не забудь подписаться на канал, поставить колокольчик, ну и там на инстаграм тоже подписывайся. Если что, двигаемся вперед. Я специально решил взять не самое топовое устройство, поскольку по своей сути планшеты это те же телефоны, но без возможности звонить. И знаешь, когда я покупал себе планшет, а это был на минуточку 2015 год, то тогда я работал с таблицами. И с телефона это было делать очень неудобно, ну просто не хватало диагонали, чтобы все это заполнять. Основным критерием к поиску нового устройства у меня была ни камера, ни какое-то топовое железо, а именно диагональ экрана. И поэтому я купил себе планшет от той же яблочной фирмы Apple. Это iPad Pro 2. Джинь. Стоил на тот момент он порядка 700 баксов, я тебе скажу, это тоже был такой серьезной инвестицией. И на данный момент, конечно, он уже визуально даже устарел, потому что вот даже банально на главной панели вы можете увидеть кнопочку Home. Я не знаю в каких устройствах сейчас, но вы можете механическую кнопку вообще увидеть. Но тем не менее здесь она есть, и тогда это не казалось чем-то таким диким и странным. И все к ней относились очень даже так позитивно. Ты скажи, кто сейчас пользуется этим планшетом? Ну, как ты понимаешь, явно не я. Это планшет моего сына, он здесь смотрит мультики на ютубчике, там какие-то простые развивашки играет и так далее. Ну, то есть сейчас этот телефон выполняет такую функцию няньки своего рода. Ну, давай посмотрим, как она работает вообще, эта функция здесь на планшете сама. Прошло уже, ё-моё, 7 лет прошло с выхода этого гаджета в мир. Ну что, давай перейдём на главный экран. Кстати, до сих пор оно нормально, смотри, листается. Да, есть небольшое такое ощущение, что, знаешь, что-то не хватает какой-то, возможно, резкости. Но, тем не менее, я не скажу, что это критично. Ну, вот этим, допустим, мне техника Apple и нравится. Что ты купил давно, но она всё равно будет работать и всё равно будет отрабатывать свои деньги. Согласен. Давай откроём приложение и приложение грузится. Ну, в принципе, как и у меня на XR, так же приблизительно, в зависимости от интернета, прогружается и платформа. Но здесь, смотрю, что задумалось. Задумалось, потому что, во-первых, не часто здесь открывается трейдинг. Наверное, первый раз за всё время. Ну, а во-вторых, действительно, ты же понимаешь, что это гаджет 2015 года. Так, ну что? Ну, на самом деле, скроллится всё нормально. Нету каких-то моментов, из-за которых мне торговать здесь некомфортно. Или поиск точки входа вызывает некий дискомфорт. Давай отмотаем на актуальный момент. У нас сейчас 5 секунд и таймфрейм. И я думаю, можно включить спокойно 5-минуточку, дабы листать нам было проще. Вот такие какие толстые свечи. Вот это я понимаю свечи. Вот это я понимаю так, чтобы уже видно было. И, ну, листается всё хорошо. Будут как раз актуальные ситуации. Кстати, обрати внимание, что даже на iOS-овской операционке тоже есть вот эта вот мерцающая штучка. Я её, если честно, раньше я её вообще не замечал. Не замечали, да. Ну, вот так. Делаешь обзор и что-то новое для себя открываешь. Функционал всё тот же. Не будем в это углубляться. Всё те же три доступных индикатора. Всё те же таймфреймы без автоскеллинга. Ну, в принципе, всё то же самое. Ну, приложение работает нормально, так же, как и на моём айфоне, так же, как и на твоём двенадцатом. Братанчик, так и ещё раз говорю. Данному устройству уже 7 лет. И всё равно всё работает. Давай сделку на демо-счёте на 1000 долларов. А почему бы и нет? Можем себе позволить. Кликаем, у нас сразу заключается сделка, нету каких-то фрезов, нету подлагиваний. Сразу всё оперативно заключается. И дальше свеча продолжает плавненько либо расти, либо падать. То есть, нету какого-то дискомфорта. Да, согласен. Что могу отметить, это действительно большой экран. Ну, вот удобно держать. Даже с моим айфоном 12 Pro Max не так комфортно, как в планшетах. То есть, тут уже, знаешь, создаётся такое некое впечатление, как будто это десктопная версия. Ну, то есть, действительно, ты видишь полноценный график. Тебе не надо присматриваться. Тебе не надо вот это вот, знаешь, играть в миллиметровщика для того, чтобы перевеснуть чуть дальше, посмотреть историю. Или же, наоборот, чуть раньше. Ну, прикольно. Я согласен. Больше экран, удобнее на самом деле. Там, переключаться между таймфреймами. Ну, как бы, видишь, чуть-чуть оно дольше работает. Да, но дольше думает, но на то ему и 7 лет. Прикольно. Мне нравится. Да, и так, наша девочка подходит к своему логическому завершению. И, в принципе, всё отображается более чем корректно. Поэтому торговать, мне кажется, с такого устройства, даже несмотря на то, что ему уже годиков так нормально, всё равно можно. Абсолютно удобно. Ну, хорошо. Это что касаемо мобильной версии. Давай перейдём в десктопную. Посмотрим, может здесь всё-таки наконец-то отобразится у нас инструмент. Смотри, у нас отобразились наши инструменты. У нас полностью всё есть. Давай проверим, работают ли они. Можем ли мы начертеть горизонталь. Горизонтальную линию выбираем. Толщину чуть. Ну, притормаживать немного, но интересно просто. Но уровни поддержки и сопротивления ты выстроил. Давай ещё, знаешь, что поставим? Давай ещё мы 5-минутный таймфрейм выберем, допустим. Ну, просто чтобы не 5-секундный. Окей, и... Опа! А вот тебе уровень выстроится. Давай посмотрим, они у нас как-то... Их можно двигать? Двигать, да. Вот это мне реально интересно, потому что очень часто ты бывает строишь уровень, а потом думаешь... По двери, 100%. Здесь тяжело, на самом деле тяжело попасть. Вот мышкой ты можешь точно попасть, куда тебе нужно. А вот... Но, слушай, уже чертить можно. Мы не смогли это сделать ни на каком-то другом устройстве. Прикольно. Да, это прикольно. Хорошо, уровни мы начертили. Я думаю, что точно так же можно со всеми другими инструментами, которые здесь присутствуют. Ну, давай, к примеру, возьмём те же уровни Fibonacci. Почему нет? Посмотрим, как они нарисуются у нас на нашем графике и вообще, возможно ли будет их выстроить. Ну, давай вот эти точки чертим и... И... Опа! Нет, они есть, только из-за того, что немножко подтормаживать, подтормаживать. Ну, мне кажется, если бы был у нас, наверное, новый какой-то iPad, современный в плане, это бы всё дело немного по-другому. Ну, кстати, смотри, даже вот ты как-то выстроил косо-криво, а потом взял, и у тебя есть крайняя точка, за которую ты потянул, и вот оно уже поправляется. То есть мы вот начертили и вот... Можно подправить, короче. Ну, да, опять-таки, есть определённые нюансы из-за того, что подтупливает немножко, есть определённые нюансы из-за того, что... Эх! Эх, не получается. Но есть моменты, но... Закинчатый малюват. Закинчатый малюват, и я бы вообще их... Ладно, пусть будет так, но, тем не менее, выстраивается. Да, выстраивается, выстраивается. И вот, правильно ты говоришь, на свежей модели, мне кажется, это всё будет намного проще делать, а тем более, если у тебя есть стилус, со стилусом, мне кажется, тут проблем не будет. Это попасть пальцем в маленькую точку, есть проблема. Слушай, прикольно. Я даже не думал, что полная, вот как бы, учитывая, что мы посмотрели все айфоны, там, этой функции не было, здесь она появилась, это очень круто. Давай сделку на 100 долларов, все-таки, заключим на десктопной версии. Так. Ретерн. Окей, и давай зайдем на... А ты уже, ты уже зашел. А я уже зашел. Ну, видишь, здесь, конечно, оно... Есть вот такие небольшие фрезы, но, снова-таки, если ты знаешь, что у тебя планшет уже немножко подтормажет, ты вряд ли будешь, вот как я, сейчас две сделки сразу упашивать. Сто процентов. Ты подождешь, посмотришь, убедишься в том, что все хорошо. Ну, на мобильной версии все окей. При этом, обрати внимание, что даже, когда я заключал сделку, у нас не было затупливания самого графика, то есть график все равно продолжал двигаться. Да, сто процентов. И это реально хорошо. Смотри, есть и календарь, есть и вкладка обучения, есть и турниры. Да все одинаково. Все точно так же, как на десктопной версии. И это планшет. Хотя, казалось бы, вроде бы, планшет ему 7 лет, айфону, который у меня, ему... Года еще, по-моему, нету, а может уже есть, но не суть. Но с телефона не открылось все так, как здесь. Да, слушай, это прогресс. Прогресс, который... Ну, я уверен, что новый iPad, он будет так же хорошо отображать все и не тормозить. Но осталось, мне кажется, нам с тобой проверить. Это планшет, но уже на другой операционке. Поэтому плавно переходим к планшету от фирмы Huawei. Если честно, я никогда не вязал эти планшеты. Аж интересно, а что там будет? Я сейчас попробую вообще открыть. Но выговори. Вы посмотрите это дальше. А у меня в руках тоже не супер свежий планшет от компании Huawei. И я согласен с Ваней, что в основном планшеты берут люди, которые либо работают с текстом, либо работают с графикой, либо любят вообще посмотреть фильмы или почитать какие-то электронные книги. Стопудово. И с большинством из этих задач они справляются вообще без проблем. Вот теперь, что касается мобильного приложения. Давай зайдем и посмотрим. Да, вот. Итак, заходим. Оно, я уверен, что ничем не отличается от Android, который мы проверяли. Но посмотрим, как оно загружается. Так, компания Huawei. Привет. Интересно. Так, я поставлю сразу, давай, 5-минутный таймфрейм. Давай выберем. Candles, candles, yes. Итак. Ой. Ну, сворачивая, как бы, график, я сразу сталкиваюсь с тем, что у нас переключение. Автоскейлинг происходит. Я вот выключу автоскейлинг. Просто он мне, в данном случае, мне кажется, на этом устройстве, когда оно подтормаживает, он мне не мешает. Не поможет, он только помешает, да. Итак, the zoom out. Ага, все, нам подсказали. Из инструментов. Ну, видишь, все то же самое, так и на других Android. На English, на английском. Давай. Ну, давай сделку закрепить. Делку закрепить. Щип-шип. Вот, кстати, ты видел, сделочка у нас... Да, где-то вот секунда, она подождала. Давай еще раз попробуем, все равно демо счет. Тоже есть прогрузка такая. Прогрузка самой сделки, она здесь присутствует, но это, видно, не вооруженном зале. Ну, вот сейчас быстрее было, кстати. Я вот третью сделку заключал, а ты сразу. То есть, это зависит, наверное, все-таки от процессора и от... Ну, хотя интернет у нас хороший. Мне, знаешь, вот я сейчас смотрю мобильное приложение, уже насмотрели с тобой вдоволь за сегодня. Мне все-таки интересно, как справится данный девайс с десктопной версией и отображением в Chrome полноформатной ПК-версии. Выходим. Делаем вставки. Давай, заходим в Chrome. Открывай здесь сразу себе версию ПК. Сейчас, ну, нужно еще не тормозить. Очень скроллить сложно, на самом деле. Итак, полная версия. Должно быть как на ПК. Ну, грузит очень долго, думает очень. Блин, ну смотри, здесь реально, так же, как и на смартфонах, нету панельки с инструментами. Ну что, интересно. Было интересно посравнивать все. Если подвести итоги нашего сегодняшнего эксперимента, то можно сказать, что трейдинг с мобильных устройств, таких как смартфоны или же планшеты, возможен при любом бюджете. И топовые флагманы ведущих брендов и простенькие девайсы за небольшую цену позволяют настраивать трейдрум, анализировать рынок и заключать сделки в любом месте. Отличия, безусловно, есть. Начиная от тактильных ощущений и заканчивая производительностью. Но если говорить о трейдинге, то чего-то критичного, из-за чего проводить торговую сессию, становится невыносимо, мы точно не обнаружили. Да, стоит понимать, что трейдинг со смартфоном или с планшета, это плюс к мобильности, но при этом минус к функциональности и фокусу. Ведь когда ты торгуешь, то лучше минимизировать какие-то отвлекающие факторы и настроиться на рабочий лад. Я бы рекомендовал расценивать трейдинг с мобильного приложения скорее как дополнительную возможность, попробовать новую стратегию или же отточить уже известную вам. Также не стоит торговать на большие суммы денег, ведь трейдинг это и так высокорисковый способ заработка. А торгуя в спешке, с мобильного, в перерывах между работой, ожидая заказа в кафе или же стоя в очереди, риски только увеличиваются. Да, заключать несколько сделок на небольшие суммы и постараться выйти в профит можно, но проводить полноценные торговые сессии лучше с десктопной версией, где и функционал больше, и экран, и обстановка спокойнее. Ну а что выбирать и как торговать решать только вам. Если данный формат вам понравился, то не забудьте поддержать его своим лайком. А если хотите узнать как начать в трейдинге, какую стратегию выбрать и как не совершать ошибки при старте, то присоединяйтесь к онлайн школе трейдинга. Более подробная информация по ссылке в описании. Спасибо, что досмотрели это видео до конца и не забывайте подписываться на канал и ставить колокол. Ну и до скорой встречи в рамках новых видосов, стримов и модулей обучения онлайн школы трейдинга. Всем успехов и профита. Пока!